Греблинг 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 Добавим, что перед турниром в Азербайджане спортсмены Мангуста выиграли три медали в составе сборной Украины на чемпионате мира по пляжной борьбе в Турции. Семен Радулов добился золотой награды, Андрей Галета занял второе место, а студент Одесского международного гуманитарного университета Магомед Закариев выиграл бронзу. В составе украинской команды принимал участие и студент международного гуманитарного университета Закариев Магомед, который очень хорошо выступил, занял третье место, в финале боролся с турком, показал очень хорошую борьбу. Команда у нас всегда в борцовском среде, в мире всегда все дружные, все одним делом занимаются и поехала очень дружная команда, хорошая атмосфера, тренера тоже все делали для того, чтобы мы хорошо выступили, старались, тренировали нас. Спасибо нашему руководству, благодаря которому мы туда попали, все нас респонсировали, все условия нам создали, чтобы мы тренировались. Надеюсь, в дальнейшем мы оправдаем их надежды и будем дальше представлять клуб «Мангуст» на мировых аренах. Успешные выступления и медали спортсменов «Мангуст» на международных турнирах – это гордость Украины. На успехи и достижения спортсменов омрачил факт, который произошел в Одесском аэропорту. После возвращения учредителя и президента спортивного клуба «Мангуст», президента Одесской областной федерации «Панкратиона» и тренера Магомеда Магдиева остановили пограничники и хотели обыскать его груз без участия таможенников. В аэропорту был остановлен пограничниками на личный досмотр, как они мне объяснили. На вопрос, почему и на каком основании они меня досматривали, они мне ничего не объясняли, никто не представлялся. Дважды пропустили мой чемодан через аппарат и потом сказали, что нужно досматривать. Причем, когда они мне это объясняли, не было представителя таможенной. Представитель таможенной пришел минут через 20. В этой странной ситуации не обошлось и без таинственного собеседника, который напомнил про события, которые произошли 2 мая текущего года. Тогда они пустили в Одессу на соревнования спортсменов из других стран. Девушка, которая со мной общалась все это время, начальник смены, дала трубку телефона. На проводе был некий Юра, который представился их начальником, который мне напомнил про 2 мая. 2 мая я, как президент федерации грепплинга в Украине, как президент областной федерации Панкратиона и как президент спортивного клуба «Мангус» проводил международный турнир в Одессе, куда не были допущены спортсмены из Белоруссии, также не была допущена команда из России и не была допущена делегация и команда из Киргизии. Пограничники именно их тогда не допустили. Ссылались опять на какие-то письма от правоохранительных органов. Категорического отказа пройти контроль, как это утверждали пограничники, не было. Первое, я хотел, чтобы присутствовал представитель таможни. Второе, я хотел, конечно, все это снимать на камеру, потому что наши службы разные есть. Я переживал за то, чтобы они туда ничего не кинули. Вы хотите это самое проверять, правильно? А я хочу всем отказать, как вы будете проверять. И у меня есть полное право на это. Кто будет смотреть? Вы будете смотреть? Представьтесь и подходите, смотрите. Никто представляться не будет. Что это? Вы на службе или нет? Вы снимаете, вы можете не снимать. Подождите, вы на службе, правильно? Вы выполняете служебные обязательства свои. Вы находитесь в пограничной зоне, тут нельзя снимать. Пограничная зона там. Тут не пограничная зона, она там. Тут режимная зона после паспортного контроля. Если вы не знаете, я вам объясняю. В итоге, после проведенного досмотра, ничего запрещенного в личных вещах Магомеда Магдиева не было и с извинениями его пропустили. Такое отношение к почетным и заслуженным представителям спортивной общественности вызывает множество вопросов и не делают чести госструктурам. Дмитрий Богомолов, Юлиан Аксенов, Полина Корюк, телеканал Репортер.